Буквально два дня назад наша съемочная группа отправилась к Кирсанову по приглашению родных и близких Тимоши Диева. И знаете, это тот самый случай, когда весь маленький город сплотился для того, чтобы помочь одному ребенку. Но в этом случае даже сил целого Кирсанова будет недостаточно. Когда Тимоши был год, врачи обнаружили у него опухоль на левом глазу. Тогда было принято решение, чтобы сохранить ребенку жизнь, глаз удалить. Ровно 10 лет Тимоша жил так же, как и все дети. Играл, учился и, кстати, успешно сдал все контрольные за четвертый класс. И вот буквально месяц назад болезнь вернулась. В институте Блохина в Москве, где Тимофей сейчас находится на лечении, предлагают вновь провести операцию. Но это лишит мальчика возможности зрения навсегда. Другой способ лечения рекомендуют в швейцарской клинике в Лозанне. Там оперируют и проводят лечение, и при этом сохраняют зрение маленьким пациентам. Об этом способе лечения родители узнали от семей, которые столкнулись с такой же ситуацией. Уже завтра Тимофей вместе с родителями улетает в Швейцарию. Поэтому так важно не упустить время и помочь им собрать миллион пятьсот пятьдесят тысяч рублей, которые помогут Тимофею быть здоровым и видеть свет. Этой дорогой бабушка Татьяна Сергеевна четыре года вводит Тимофея в школу. Уроки, книги, все вместе с внуком. Он и самый любимый собеседник, и самый дорогой помощник. На даче мы тоже, он помогает мне, и полол, и поливал, все он делал. Свою первую операцию Тимоша перенес в год. В самом раннем возрасте врачи диагностировали опухоль на сетчатке левого глаза. После курса химиотерапии о болезни удалось забыть на десять лет. Хотя каждые полгода мальчик проходил обследование. Этой весной болезнь вновь дала о себе знать. А я обратила внимание, что он начал плохо писать. Потому что писал-то нормально. А потом стал прям вот, он растягивает слова. Я говорю, Тимофей, ты что не видишь? Он говорит, я строчек не вижу. Я говорю, ну давай я тебе буду держать пальцем. А ты пиши. Вот. Ну и сразу родителям сказал, они сразу же к врачу здесь у нас в Кирсаново. Тимофей успешно написал проверочные работы за четвертый класс, а вот на последний звонок уже не попал. Лежал в больнице в Москве. Светлана Александровна, первая учительница, рассказывает о Тимошу много. Прилежный, старательный. Очень любил читать и эмоционально переживал прочитанное. Зато на школьных праздниках был в числе первых. И мне вот очень помнится, как мы с ним плясали на Новый год. Девочек не хватило. Я была вот его партнерша. И он вот именно вот не просто вот надо, а он от души вот танцевал, вот веселился. Узнав о ситуации, одноклассники Тимоша и их родители решили не проводить выпускной изначальной школы. Мы собрали на собрании, и денежки, которые мы запланировали на поход в кафе, мы перечислили все Тимофею полностью. Вот. Да, это небольшая сумма, конечно. Но, тем не менее, никто не пожалел о том, что мы эти деньги отдали. Мы на этом не остановимся. Нужно будет, мы еще и еще будем собирать. Потому что это наш мальчик. Мы его все любим, знаем. Дети о нем спрашивают. И мы забыть просто не можем. Конечно, мы его ждем в пятом классе. За несколько дней о полезне Тимоша узнал, кажется, весь Кирсанов. Отозвались и городские власти, и депутат областной думы, и прихожане местных храмов. Нет таких людей, наверное, которые остались равнодушны к нашей ситуации. Все очень сильно помогают. Все помогают, конечно же, сбором денег. Это прежде всего. То есть люди, наверное, я не знаю, наверное, нет ни одного человека, который остался вне этой ситуации. Помогают с листовками, помогают советами, помогают куда нам лучше обратиться. Так сумма на первичную консультацию была собрана. Уже 7 июня семья вылетает в Швейцарию. Я хочу сказать, что, оказав нам помощь, вы нам подарили надежду на светлое будущее. Сейчас Тимофей себя чувствует уже лучше. У него настроение хорошее, потому что мы летим в Швейцарию. Большое всем спасибо за это. Мы уверены, что там нам помогут сохранить глаз и зрение. Огромное всем спасибо, кто с нами сопереживал, поддержал нас в трудную минуту. Спасибо, что не оставляете нас с нашей бедой наедине. Низкий вам поклон. На этой встрече врачи определяют стратегию лечения. Единственный шанс сохранить здоровье и зрение Тимоши родители готовы использовать. Но без помощи семье не обойтись. Он на людей надеется, что люди помогут ему всем. Он хочет видеть свет, солнце. Тяжело пережить это. Если вы не успели записать номер банковской карты, зайдите на сайт телеканала tabutambolf.ru Там в разделе проекта есть страница в наших силах и подраздел помощь. Там есть реквизиты для помощи Тимоши.